Привет, мой друг! Перед просмотром обязательно подпишись на канал и включи колокольчик, ведь каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени на нашем канале выходят новые ролики, а на экране наш крутой красавчик, от души поздравляем тебя! Если хочешь оказаться на этом месте, просто поставь лайк и напиши самый лучший комментарий! Короче говоря, самый лучший фильм! Это было утро, обычно в это время я уже нахожусь на работе, но сегодня решил устроить для себя выходной. Запустил фифашку, игра началась. Настроение было отличное, до того момента, пока мне не забили гол. Вскоре после первого последовал и второй. Я расстроился, выключил приставку. Мне стало скучно, не знал, чем себя занять. Хотел позвать брата, но вспомнил, что он в школе. Позвонил Катюше, пригласил к себе в гости. Она согласилась, я обрадовался. Прошло два часа, Катя до сих пор не пришла. Я подумал, что она придумала, но тут раздался звонок. Поинтересовался, почему так долго. Катя сказала, что ей нужно было собраться. Ой, девушки, как хорошо, что я пацан. Мы прошли в комнату, а там нас ждал сюрприз. Привет, Катя! Привет, Коля! А ты почему не на учебе? Тут такое дело. Стоп, а ты почему не на работе? Ну, я решил сделать себе выходной. Вот и я сделал себе выходной. Фильм хочу снять. Точно, вы мне в этом поможете. Подожди, мы на это не подписывались. А я не против сняться в фильме? Да? А, ну раз так, тогда я тоже готов. Хе, крутяк! Коля начал думать над сценарием. Вдохновения у него не было. Тогда брат решил уединиться. Вдохновение сразу пришло. Это будет ужастик про зомби. Для съемки нашего фильма нужна камера. Следовательно, нужны и деньги. Как хорошо, что я знаю самый надежный сервис, с большими выигрышами и с самыми быстрыми выплатами. Ссылку на этот самый лучший сервис вы найдете в закрепленном комментарии. Поспешите, друзья. Я купил камеру, Коля подготовил сценарий. Все было готово для создания шедевра. И мы приступили к съемкам. По сценарию, герои нашего фильма, молодая пара, Стэтхэм и Дженнифер, переезжают в новую квартиру. Ребята счастливы и любят друг друга. В начале фильма сюжет спокойный. А потом начинается хоррор. Из секретной лаборатории избегает человек. В его крови находится страшный вирус, который превращает людей в зомби. Наши главные герои в это время спокойно пьют чай. И даже не подозревает, что к ним в гости заглянет зомби. Раздается звонок. Стэтхэм открывает дверь. На него нападает зомби. Смелая Дженнифер стреляет зомби и убивает его. Но, к сожалению, Стэтхэм уже заражен. Он понимает, что вирус завладеет его телом. Поэтому обнимает свою возлюбленную. Выхватывает пистолет и нажимает на крок. Отлично, снято. Вы просто лучшие актеры. Ты тоже молодец, братан. Коля приступил к монтажу. Через пару часов фильм был готов. Загрузил его на ютуб. А в следующий день наш шедевр набрал несколько миллиардов просмотров. Коля боссался от радости. Теперь мы богатые. Я планировал купить крутую тачку. Коля хотел себе особняк на берегу моря. Андрей. Андрей, блин. Вставай, на работу пора. А как наш фильм? Какой фильм, балбес? Вставай, просыпайся. Ты на работу проспал. Фильм. Рассмешил. Ясно. Встаю. Короче говоря, соседка. Я играл в компьютер. Мой брат захотел сыграть в компьютер. Я хотел сказать. Если я встану, то ты... Но я сказал. Если я встану, то ты... Присаживайся, пожалуйста. Присаживайся. Ага, родненький-то мой. Другие бы подумали, что я трус. Но на самом деле я просто не хотел калечить брата. Мне было скучно. И поэтому я решил заняться важными делами. Помыл одну тарелку. Разбил две тарелки. Засыпись. Почему я такой криворукий? Ты не криворукий. Спасибо. Ты просто рукожоп. Просто рукожоп. Решил пропылесосить ковер. Чего-то не хватает. Начал пылесосить под музыку. Так-то лучше. Вот что-то я сделал без происшествий. Просто красавчик. Я перенервничал. У меня торгался глаз. Меня чуть не засосал пылесос. Я поставил пылесос в угол. Брат до сих пор играл в компьютер. Решил разыграть этого задрота. Я позвонил на домашний телефон. О, привет, Андрюша. Мои родители уехали. Я тебя жду. И я выдвигаюсь. Брат со скоростью света поспешил к своей девушке. Я смеялся над ним, а потом понял, когда брат вернется, мне будет не до смеха. Решил к его приходу подкачаться и отработать пару смертельных приемов. Все шло отлично, но вдруг раздался звонок. Это была соседка. Оказывается, я очень громко тренировался. Я хотел сказать. Простите меня, миледи. Может, зайдете ко мне в гости? Но я сказал. Не пиши мне тренироваться, а то сейчас заработаю на тебе пару приемчиков. Вот дурак. Она мне понравилась, а я, как всегда, накосячил. Решил опять немного пошуметь, чтобы снова увидеть соседку. Она не заставила себя долго ждать. Я извинился. Представился. Ее звали Вика. Мы присели. Я был самцом. Пожирал Вику взгляда. Все было под моим контролем, но это длилось недолго. Мой друг Чиш пришел ко мне в гости. Чуть-чуть не вовремя он. Чиш увидел Вику и быстро убежал. Я обрадовался. Хотел продолжить беседу, но он вернулся. Добрый вечер. Разрешите представить, меня зовут Вадим. Но, друзья, меня зовут Чиш. Меня зовут Вика. Это меня. Рема. Вика улыбалась. Чиш улыбался. Нет, она будет моей. Мы прошли с Чижом в другую комнату. Сказал ему, что Вика моя. А Чиш прописал мне подсрачник. Я прописал в ответ. Вадим рассердился. Хотел нанести удар, но я был готов к этому. Захватил его руку. Выполнил удушающий прием. Чиш отрубился. Хе-хе, будешь знать, как связываться с карантистом. Ха-ха-ха. Не зря я сегодня тренировался. Ха-ха-ха. Я вернулся в комнату, но моей соседки уже не было. Ну почему мне всегда так не везет? Я ведь такой красавчик. Ну, красавец. Мога. Я подавился конфетой. Мне было плохо. В глазах помутнело. Неужели моя жизнь закончится именно так? Но тут на помощь пришел Чиш. Он постучал один раз. Два раза. Конфета прошла. Братан, ты спас меня. Да ладно тебе. Нет, теперь я понял, что друг должен быть привыще всего. Мир. Мир. Короче говоря, я заболел. Сегодня остался один дома. Хотелось бы круто оторваться, но мое здоровье не позволяло. Я заболел. Обо всем виновата моя жадность. Хе-хе-хе. Дружище, может поделиться? Зачем делиться, если я сам смогу его съесть? Хе-хе. Решил очистить свою карму и купить своему другу мороженое. Может после этого мне станет легче. Я пришел с магазина, позвонил Чижул. Сказал, что его ждет сюрприз. Чиж сказал, что скоро будет. Прошел час. Два часа. Я смотрел на мороженку. Мороженка смотрела на меня. Так и хотелось ее скушать. Но моя сила воли не позволяла мне это сделать. Псс. Хозяин. Я отойду на пару секунд. Хорошо. Хорошо. Без проблем. Давай. Ха-ха-ха. Стой. Стой. Ха-ха. Я съел мороженку. Я был доволен. А потом понял. Я ведь заболею еще сильнее. К вечеру так и случилось. Мне стало еще хуже. Я пытался уснуть. У меня почти получилось. Но звонок в дверь меня разбудил. Это был честь. Хе-хе. Мы что? Где мой серприз? Пошли. Короче, где меня тут? И никуда не уходи. Ну, вот во что превратился твой сюрприз. Хе-хе. Чишь ничего не понял. Он спросил только об одном. У тебя в холодильнике есть что-нибудь пожрать? Я хотел сказать. Да ты надавил уже. Сколько можно жрать? Но я сказал. Ага, конечно. Пошли, перекусишь. Пошли, пошли. Я накормил чижа. Чишь наелся и собирался уже уходить. Но не все так просто. Стоять. Ты куда собрался? Я сделал добро, накормил тебя. А ты сделай добро в ответ. Немного не понял тебя. Вылечи меня. Тут пришел друг чижа. Он был хорошо знаком с медициной. Я обрадовался. Он сказал, что нужно проверить мою температуру. Ребята, вы уверены, что температура проверяется именно так? Да, я ведь доктор. Ладно. Хорошо. Температуры нету. Теперь осталось только вылечить горло. Доктор сказал, чтобы я расслабился. Он сам все сделает. Я положительно кивнул и закрыл глаза. А он схватил меня за шею и начал душить. Я начал вырываться. Блин, ты что делаешь? Ты хоть на врача учился? Я доктор. Я знаю, что я делаю. И да, на врача я не учился. Но зато я посмотрел все сезоны интернов. Кирилл, ты где этого клоуна откопал? Блин. Я думал, это твой друг. Чего? Что за черт? Я за сюрпризом пришел. А вообще нет? А кто это тогда? Брата, не переживай. Мы тебя вылечим. Брата, не переживай. Сейчас скоро позвоню. Все, через пять минут будет. Брата, это домофон. Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу. в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока!